привет дорогие друзья ну что 18 день мы движемся с господом я думаю то что происходит иисусу очень нравится слава господу иисус царствует я не знаю как вы но я ожидаю чудеса и очень хорошо всегда ожидать чудеса от иисуса дима притула первый вижу тебя дорогой аллилуйя сегодня новый день новая милость господа у кого-то вечер у кого-то день у кого-то ближе к ночи у кого-то утро а господь он один и тот же татьяна левицкая привет подключайтесь дорогие у господа новости новые лёша пачевский привет я жду от тебя информации слава господу я так рад я так счастлив я помню когда еще в детстве или в другие времена ты идешь в кино или же ты идешь на какое-то мероприятие интересное и ты понимаешь что тебя так это все захватывает так интересно но потом когда кино заканчивается заканчивается праздник становилось даже немножко грустно лёша бруй привет привет припишите откуда вы дорогие и я помню знаете как я ходил в кино я шел в кино я его смотрел потом выходил из кино и я покупал билеты на тот же сеанс и опять шел на этот же фильм мне так хотелось чтобы сказка не заканчивалась или как пела одна певица я так хочу чтобы лето не кончалось чтобы она за мной мчалась но лето господне никогда не заканчивается и у нас знаете все хорошее оно происходит и сейчас и все хорошее будет продолжаться всегда аллилуйя и так всю вечность и поймите мы же не останемся на одном уровне эмоций обладаний достижений представляете мы будем жить мы уже живем вечной жизнью и это никогда не закончится ой 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 как моя дочь говорила папа у меня как я когда думаю о вечности у меня сегодня говорит я всегда начинаю немножко это кипеть в мозгах начинает но в хорошем смысле этого слова и и мозги хорошие здоровые слава богу поэтому у нас ничего не заканчивается у нас все только нарастает я скажу так что если человек он христианин и ему скучно в жизни ему ну грустно не интересно то скорее он чего-то не понял но не бывает с иисусом скучно и вы знаете что мы же с вами пришли не в христианство вообще нету такого слова вообще в библии христианство вы его используйте пожалуйста все хорошо с этим для а ну знаете больше нужно не нам оно нужно больше людям которые на ничего не понимают в христианстве но они хотят услышать что вы христианин я помню мне одна женщина спросила вы крестьяне нет мы христиане другая мне говорит ну читала я ваши евангелие от макара я думаю евангелие от макара я я еще такого не слышал но на самом деле мы не в христианство пришли мы пришли к иисусу жизнь с богом это не что-то это жизнь с кем-то да да мы христиане мы помазанники потому что иисус помазан и его помазание на нас мы помазанники но нас влечет иисус нас не влечет знаете как первично какая-то организованная такая вот группа людей то есть мы не идем просто в организацию нас не это привлекает в первую очередь хотя мы любим проводить время друг с другом и мы идем собрание но мы же идем к иисусу да а иисус он полон жизни энергии знаете от него все время что-то исходит он всегда свежий друзья с иисус знаете он не как выжатый лимон и все соки уже из него выжили понимаете с нами-то людьми интересно разве не так вы представляете то есть мы каждый день засыпаем небеса просьбами это правильно это правильно мы всегда и что-то вот или где-то или как-то не всегда там идем ровно по жизни у вас бывает такое в молитвой жизни знаете как американские горки то вы на пике то вы вниз и вот такое ну может это у меня только такое бывало может у вас тоже такое бывает а иисус вот любит нас терпит нас добрый к нам и с другой стороны он не выжатый лимон он знаете он оисус классный и сегодня я пришел к вам от его лица мы будем говорить мы будем молиться мы будем как всегда видеть чудеса и сегодня я также буду молиться за ваших детей если вы захотите и я позже скажу как мы это сделаем слава господу ну давайте еще пару минут подождем так у нас тут баку значит так у нас азербайджан я пропустил какие-то так италия украина молдова слава господу так кто тут у нас еще латвия присоединилась аллилуйя так понимаю что польша присоединяется шалом не знают из израиля или просто шалом так бишкек это у нас киргизия до ошибаюсь киргизстан может быть ошибся так хорошо что тут у нас еще львов слава богу аллилуйя таллин эстония очень мне понравилась эстония привет всем дорогие друзья вы подолу лёша пачевский подола без подола наш киев невозможен да как пел один классик но хорошо друзья вы ожидаете чудес вы ожидаете движение божье вы ожидаете что что-то с вами особенное произойдет верите ли вы что не только вы можете что-то получить от бога что-то может произойти с вами знаете это одно из самых больших чудес когда жизнь человека меняется я помню я до того как стрел в тел встретил иисуса был один а когда встретил иисуса мои друзья меня не узнали знаете они мои друзья узнали что я о швеция с нами слава господу крым с нами я помню когда мои друзья узнали что я начал в церковь ходить они приехали ко мне и знаете перепуганы знаете так подняли руки на те как пацаны подняли руки и ты что сделал ты что наденки перепуганные были я же там испугался думаю что же я что что я такого сделал начал вспоминать так что там за мной я говорю а что я сделал они говорят ты же это ты же это ты же церковный стал они не могли объяснить что со мной произошло и потом я встретил одного своего друга тоже в метро а мы с ним были очень близки то есть мы постоянно с ним тусили и он говорит слушай ну ты же божественный стал и знаете я так подумал подумал говорю да лучше быть божественным чем чем демоническим чем бесовским грузия гамар джоба грузия слава богу так где армения армяне подключаются но где армении щелково слава господу знаете щелково это возле москвы она для меня очень знаменательная потому что там исполнилась моя трехгодичная мечта в декабре месяце она исполнилась я хотел чтобы за три года было 50 людей у которых открылись слепые глазки и вот в щелково как раз вот 50 человек это был ребенок вот у которого открылся слепой глаз и это было замечательно так канада от господа во много надо аллилуйя чувствую радость я чувствую что иисус заряжен знаете у иисуса ручки чешутся он так хочет прикоснуться к тебе ожидайте всех чудес иисуса и с тобой внутри и для тебя и пережить славу божью и чтобы исцелился и чтобы деньги на карточку твою поступили не знаю армения баре взес я дождался армению слава господу аллилуйя спасибо россия с нами вот знаете кого еще не видел в эфирах то есть подключались даже из новой зеландии подключаться германия с нами вот что-то из южной америки пока не подключаются если у вас есть кто-то знакомые в южной америки бразилия аргентина что там перу чили что там еще напишите им скажите так южная америка еще не подключалась к эфиру ну к нам не ну не просто там к богдану а к нам и давайте подключайтесь слава господу давайте мы еще ждем подключений псалом 144 18 близок господь ко всем призывающим имя его иисус недалеко друзья он очень близко он очень близко слава господу знаете и написано что так португалия с нами слава господу еще рига дима кириченко шалом дорогой так интересно хорошо промолчу так близок господь ко всем призывающим имя его ко всем призывающим его в истине желание боящихся он исполняет в опылих слышит и спасает друзья может опережу события франция бонжур франция в моем сердце на аллилуйя может быть опережу события знаете я сейчас поменьше стал говорить о короне аргентина здесь да вы что аргентина напишите мне лично сообщение уругвай здесь пожалуйста напишите мне личное сообщение привет только заговорила южной америки а тут аргентина и ругвай подключились боже мой бог услышал мою молитву слава господу всем привет всем привет какая сегодня тема тема такая что иисус творит чудес а все остальное это уже 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 прилагается и вы знаете я делаю сейчас некоторые эфиры также в инстаграме и меня приглашают чтобы провести эфир и я начал некоторых приглашать и я специально и намеренно начал уходить от темы коронавируса пандемии испании слава господу то есть начал намеренно уходить потому что ну столько уже много говорится об этом ну и нормально если кто-то об этом говорит или кто-то об этом не услышал но я заметил такую вещь что знаете сегодня некоторые люди это не вы это не вы но некоторые люди они больше знаете ожидают пришествия антихриста чем иисуса а когда придет антихрист а когда чипы нам вставлять будут и как бы ну это нормально услышать услышать ответы на эти вопросы но мы с вами говорим о пришествии иисуса мы говорим с вами о пребывании иисуса и знаете у этого мира есть какие-то планы там дьявола есть какие-то планы но друзья у иисуса тоже есть планы и его планы всегда действуют на упреждение прежде чем враг души твоей что-то попытался задумать кто-то исцелился прямо сейчас позвоночники и в щитовидке пишите свидетельство то есть прежде чем враг что-то придумал сделать против тебя бог уже нанес ему поражение аллилуйя враг поверил собственную ложь сегодня день твоей победы день прорыва день когда бог послужит твоим эмоциям богу так нужно чтобы твое эмоциональное состояние было легким радостным наслаждающимся чтобы другие даже чувствовали насколько тебе классно и тогда они спросят тебя причине почему тебе так классно ты скажешь ты что сегодня выпил там или еще ты скажешь нет просто у меня есть источник радости не исчерпаемый помните в исае 12 1 написано что в радости будете почерпать источники спасения а спасение рождает радость слава господу аллилуйя и желание боящихся он исполняет слава господу друзья дух божий он движется по этой земле дух божий никуда не ушел очень важно знать об этом невидимом движении которое проявляется конечно знаете мы не можем видеть ветер но мы видим как проявляется ветер да знаете цунами когда идет по океану она идет знаете так что его видно а потом она просто выплескивается бы библия говорит бытие 12 что земля была безвидна пуста и тьма над бездной и дух божий носился над землей скажите дух божий божий обозначает творческая созидательная сила божия пустота не отпугнула святого духа тьма не отпугнула святого духа наоборот он бросился на это все и бог сказал да будет свет и стал свет да будут деревья появились да будут рыбки и появились да будет человек и появился слава господу то есть дух святой материализовал слово божье бог отец это тот кто проговорил иисус это тот кто исполнил а дух святой это тот кто материализовал слава господу и пометит чма двигалась по всей земле пустота двигалась по всей земле хаос двигался по всей земле аллилуйя о господь это уверен бог побуждает мне сейчас перебить мое слово и рассказать вам сон мой который недавно приснился на этим не снятся десятки десятки снов но я обычно их никогда не рассказывал но сейчас я почувствовал что господь хочет чтобы я рассказал помните в деяниях написано что вам будут сниться сны сны это от бога и где-то дней пять назад мне приснился сон что я иду по городу все красиво и вдруг нашей планете знаете как бы подлетает или как и сказать вот приближается другая планета приблизительно такого же размера как планета земля и она была коричневая я просто прям видел ее знаете вот она и на ней были розовые такие розовые такие как круги такие вот вся она была в розовых кругах и и я сначала не понял что это такое а потом я знаете резко упал на знаете на как это на на асфальт и вдруг вся земля опустошилась это вот такой сон был и все стало знаете как на марсе такая все все исчезло все куда-то пропало и все так было плохо и пыль то есть опустошение пришло и я лежал некоторое время на земле а потом я встал и опять все появилось опять люди появились опять города появились и этой планеты уже вот такой вот коричневая уже не увидел и я все время ждал эти дни о чем был этот сон и пару дней назад я смотрел новости и я увидел что в новостях показывали как обрабатывают специальными средствами все вокруг а чтобы не было бактерий и показали в новостях вот такую вот бактерию вот как бы они его так вот на видите такая розово-фиолетовая я даже когда одному человеку рассказывал об этом сне я ему еще не показал вот эти вот розовые как выглядят бактерии и он и он сразу мне сказал это о вирусе и и я понял что когда я встал что все закончилось то есть да пришло это этот вирус он пришел на эту землю и как будто бы все исчезло людей нет опустошение началось но в я опять поднялся во сне и опять все было хорошо друзья я вам говорю что все это закончится что касается коронавируса это все закончится я верю что в причинности это практически уже остановилось но мы будем как бы еще видеть последствия того что произошло но в итоге все будет хорошо поэтому ничего не не бойтесь и дух божий уносился над землей слава господу вы заметили что бог отец ничего не сказал пока не пришел дух святой как только пришел дух святой так бог проговорил почему потому что сила материализовать слово божье сила воплотить божье слово и вообще сила троица она находится в духе святом понимаете то есть с одной стороны они трое один бог отец иисус и дух святой но с другой стороны они три разные личности бог отец это не иисус и не дух святой иисус это не отец и не дух святой дух святой это не иисус и не Они три личности, один Бог, но один Бог и три разные личности. Помните, 1 Иоанна 5-7 сказано, что свидетельствует на небе Отец, Слово и Дух Святой все три, они едины. Слава Господу. И смотрите, здесь в бытие мы уже видим проявление Бога и Его Троицы. Написано в начале Бог, в оригинале написано Элохим и стоит еще множественное число. То есть вся Троица пришла в момент хаоса на планету и они все это остановили и создали прекрасный Эдем для человека. Если в твоей жизни сегодня есть опустошение, если же есть опустошение в эмоциях, в душе, в финансах, физическое опустошение, в отношениях с кем-то, Дух Святой движется по земле и он ищет того, кому он хочет помочь и кому он может помочь. Слава Господу. Захария 4-6 написано, это не воинством, это не силой, это Духом Моим говорит Господь. Аллилуйя. Вы понимаете, что Бог сам живет так, как Он говорит. То есть, с одной стороны, это не говорится о том, что Отец Иисус слабый, но это говорится о том, что сила Отца и сила Иисуса, она в Духе Святом. И здесь как бы ты разделяешь их на Троицу, а в другой момент ты просто не разделяешь их. Это одно целое, то же самое, как ты. У тебя есть Дух, у тебя есть Душа и у тебя есть тело, и тело обладает физической силой. Только твоя сила не является личностью, а Дух Святой является личностью, у которого есть сила Божия. Теперь, и Дух Святой движется по этой земле. Нам нужно жить больше из невидимого в видимое, чем видимое, из видимого в невидимое. Если смотреть только на то, что происходит вокруг тебя в этом мире и в новостях, то такое впечатление, что ничего и не произойдет хорошего. Но когда ты знаешь, что Дух Божий движется на земле, и Он вездесущий, и Он там, где ты есть, и Он не просто Дух Святой только, а Дух Божий и проявление... Мы чаще всего говорим Дух Святой, да? Но первое проявление Бога, Святого Духа, названо как Дух Божий. Тот, который материализует, тот, который из ничего делает что-то, тот, который оживил Адама и Еву. Слава Господу! Тот, который убрал пустоту на земле, тот, который принес обновление на землю. Слава Господу! Тот, который проявил жизнь, потому что написано, Бог дунул, дыхание жизни человека жил, это был Дух Святой. Слава Господу! Теперь, тогда есть, я совсем коротко хочу об этом говорить, у меня большой-большой семинар на эту тему, но... Ты спросишь, ну хорошо, но как же Дух Святой мне поможет? Или как невозможное в моей жизни сегодня, в этот вечер может быть? Не откладывай то, что Бог может сделать сегодня на завтра. Не откладывай, ты должен получить это сегодня. И тогда сразу встает вопрос, а как это будет? Однажды к Марии приходит ангел, знаете, такая небесная смс-ка пришла, и говорит, Мария, ты зачнешь в очреве и родишь сына Божьего. И она задает вопрос, как это будет? Я мужа не знаю. И она была дева. И ангел говорит ей, Дух Божий сойдет на тебе, и ты зачнешь в очреве. Теперь, как это? И она говорит, да будет мне по слову твоему. То есть, поймите, ее разум говорит, хорошо, я не знала мужа. Но не бывает такого, чтобы ребенок появился вот просто так. Но что касается Иисуса, вот как это было, потому что люди думают, как это было. Ангел передал ей Божие Слово об Иисусе. Исайя, 7 глава, 9 стих написано, или 14 стих написано, что вот Дева зачнет в очреве. Понимаете? То есть, Слово Божье пришло к Марии. И когда Дух Святой сошел на нее, вы готовы к чудесам? Ваши детки готовы к чудесам? Вы готовы пережить обновление в жизни? Преображение? Так, что вы жизнь свою не узнаете. Вы готовы к этому? Он говорит, Дух Святой сойдет на тебя. То есть, что произошло? Когда Мария приняла Слово от Господа, Дух Святой сошел на Марию и взял это Слово Божие и сделал его плотью. Он сделал его мужским семенем внутри Марии. Вы помните? Иоанна 1 глава. Вначале было Слово, и все через него начало быть. И без Слова ничего не начало быть, что начало быть. А 14 стих говорит, и Слово стало плотью. Аллилуйя. Ты уже не хочешь только слышать Божье Слово. Ты хочешь воплощение Божьего Слова. Ты хочешь реализацию обетований Божьих. Ты хочешь проявление пророчеств, которые даны были тебе. Ты хочешь уже потрогать ответы на молитву, о которой говорит Слово Божье. Аллилуйя. Это не словная книга. Дух Святой. Он сходит и делает Слово плотью. Слава Господу. Может быть какая-то часть тела у тебя сегодня нуждается в исцелении. Дух Святой, который создал Адама и Евы. Он создал все органы у Адама и Евы. Он тебе может воссоздать эту часть тела. Теперь смотрите. Очень важный момент. Если вы его поймете, вы сможете ходить в чудесах Божьих. Вы сможете ходить в силе Божьей. Когда я это понял, это продвинуло меня очень сильно к чудесам Божьим. Смотрите. Вы знали, что Иисус сам по себе не сотворил ни одного чуда. Вы знали, что Иисус сам по себе не исцелил ни одного больного. И пожалуйста, не выходи сейчас из эфира. Не выключай. Я тебе покажу кое-что. Чтобы ты понял, как ходить в чудесах. Смотрите. Для чего пришел Иисус? Иисус пришел, чтобы скупить людей. Иисус стал человеком. То есть, Он начал жить в человеческом теле, которое было без греха и которое было без вины. И Он должен был умереть за грех. То есть, взять на Себя наши грехи и нам дать свою праведность. На Себя взять нашу вину, а нам отдать свою невиновность. Но поймите, Бог не мог этого сделать. Это должен был сделать человек. Понимаете? И Иисус, Он был Богом на 100%. Но Он и был Богом, и был человеком тоже на 100%. Теперь, когда дьявол приходит к Иисусу, говорит, если ты Сын Божий. Вы заметили, Он не сказал Сын Человеческий. Он сказал, если ты Сын Божий, сделай камни хлебами. Дьявол знал, что Сын Божий может сделать камни хлебами. Опять, видите, Божий творческая и материализующая сила Божия. Это с еврейского языка. А Сын Человеческий не может сделать камни хлебами. Правда? Правда. Что делал дьявол, искушая Иисуса? Что он просто хотел его из поста вывести? Нет-нет-нет. Дьявол вот что хотел сделать. Если бы Иисус в этот момент сделал камни хлебами, как Сын Божий, Он уже бы никогда не был бы по своему действию, как человек. Он бы проявил себя как Бог. И тогда Он выходит из того, чтобы жить как человек. А Иисусу нужно было во всем остаться как человек. Вот почему Он мог уставать. Вот почему Он мог спать. Библия говорит, не дремлет, хранящий Израиль, а Иисус спал. Иисус у колодца устал. То есть Иисус мог страдать. Он во всем был как человек. Библия говорит, Бог не искушается ни в чем. А Иисус был искушен во всем. То есть Он жил полностью как человек. Теперь смотрите. Человек не может воскрешать мертвых. Человек не может открывать слепым глаза. Человек не может исцелять больных. Человек не может дать другому человеку отсутствующую ногу. Человек не может знать, что находится внутри человека. А откуда же Иисус это знал? А почему в жизни Иисуса были и воскрешения мертвых, и исцеления, и чудеса? Да потому что это не Иисус делал. Это делал Дух Святой членом Иисуса. И Библия говорит, что Дух Святой помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил благотворяя, исцеляя и освобождая обладаемых дьявола. Написано 1 Коринфянам 12 глава, что дары исцеления это дар Духа Святого. Дар чудотворения это дар Духа Святого. Слово знания это дар Духа Святого. Пророчество это дар Духа Святого. Дар веры это дар Духа Святого. И там написано 1 Коринфянам 12.11. Все это творит один и тот же Дух Святой. Поэтому когда вы смотрите на Иисуса и вы видите результаты жизни Иисуса, это не был только Иисус. Это был Иисус и Дух Святой, который указывал на Иисуса. И Иисус сказал, если я Духом Божьим изгоняю бесов, тогда достигло вас Царство Божие. Слава Господу! Это было движение Духа Святого через Иисуса. И Духа Святого, он сегодня с нами. И то, что тогда он делал через Иисуса, он делает сегодня. Аллилуйя! Поэтому Иисус сказал, лучше для вас, чтобы я ушел. И тут апостолы, они огорчились. Смотрите, это очень интересно. Представьте себе, вы 2000 лет назад здесь на земле. Я должен прочитать вам это. Вы на земле, вы рядом с Иисусом. Вы видите, что он делал. Какой Иисус классный. Вы с ним общались. Вы познали Иисуса. И тут он говорит, что я от вас уйду. Сейчас одну минутку. Я думаю, что вы бы расстроились. Я бы сам расстроился. А Иисус говорит, лучше, чтобы я ушел. Вот я не могу найти то, что я искал. Ну, хорошо. Почему? Потому что он сказал, придет другой утешитель. И теперь смотрите. Если бы Иисус сегодня был в Израиле, нам бы нужно было ехать в Израиль за чудом, за исцелением. Чтобы пережить присутствие Божье. А Иисус говорит, нет, нет, не надо, придет Дух Святой, который не будет ограничен физическим телом. Аллилуйя. И он будет жить с каждым верующим человеком. Кто такой Дух Святой? Дух Святой – это Иисус без ограничений. Дух Святой – это переливание Божественной природы, личности Святого Духа, личности Иисуса Христа, личности Бога Отца через край. Аллилуйя. Понимаете? Библия говорит, вся земля полна славы Божьей. А что это значит? Бог Отец на небе, Иисус на земле. Дух Святой. Дух Святой и есть источник славы Божьей. Слава Господу. Ты спросишь, как это будет? Дух Святой это сделает. Кто такой Дух Святой? Я хочу вкратце сказать, кто такой Дух Святой? Дух Святой – Он Бог. Аллилуйя. Знаете, люди из-за того, что как-то привычнее говорят Отец, Сын и Дух Святой, думают, что если Дух Святой назван третьим, Он как будто бы, ну, меньше, чем Отец и меньше, чем Иисус. Но я вам скажу, что кровь Иисуса, она была… Ой, я чувствую Духа Святого. Я молюсь, чтобы вы пережили его сегодня. Кровь Иисуса, она была пролита за всех людей, она была пролита во оставлении всех грехов. Но один грех, который кровь Иисуса не омывает, это Хулана – Дух Святой. Если написано, что Хулана отца и на сына прощается, а на Дух Святой не прощается, я тогда задаю вопрос, кто же такой Дух Святой? Почему Хулана на него не прощается? У меня есть личные мысли в отношении почему, но я пока их держу при себе. Но Дух Святой – это Бог. Смотрите, написано, Деяние 10.38, как Дух Святой помазал Иисуса с Назарета. Он исцелял, освобождал обладаемых дьяволом, потому что Бог был с ним. Стоп! Какой Бог был с Иисусом? Кто был с Иисусом? Отец был на небе, Иисус был на земле, а написано, потому что Бог был с ним, это был Дух Святой. Вы помните, когда Анания и Сапфира, они обманули Петра, и Петр говорит, за такую лицену, Деяние 5 глава продали цену, они говорят, да. Он говорит, зачем вы искусились солгать Святому Духу? И потом через два стиха говорит, вы солгали не людям, а Богу. Вы видите? То есть он говорит, вы солгали Духу Святому, вы солгали Богу. О, Господь, Дух Святой, Он Бог. Вы знаете, друзья, я обнаружил в Библии, лично обнаружил в Библии, 106 качеств, принадлежащих лично Святому Духу. Не Отцу, не Иисусу, но Святому Духу. Аллилуйя, Дух Святой, такой же Бог, как Отец, такой же Бог, как Иисус. Слава Господу. Теперь, а какой еще Дух Святой? Кто такой Дух Святой? Дух Святой, Он личность. Скажите, личность. Люди иногда думают, знаете, свидетели Иеговы представляют Его как силу. Я много разговаривал со свидетелями Иеговы, и я им доказывал, и они ничего не могли с этим поделать, что Дух Святой личность. Потому что Иисус сказал, Он придет, значит, у Него есть ноги, будет говорить то, что услышит, значит, у Него есть уши, значит, у Него есть уста, а плод Духа Святого, любовь, радость, кротость, воздержание, это качество личности. Римлянам 8, 26 сказано, что испытующий сердце знает, какая мысль у Духа Святого. Значит, у Него есть мысль, у Него есть интеллект. Понимаете? Теперь, я хочу вам еще наводящий вопрос задать. Как вы думаете, кто вас сотворил? Если бы, конечно, у нас сейчас была возможность услышать ваши ответы. Люди обычно говорят, ну, Бог меня сотворил. А я говорю, а кто из них вас сотворил? Когда вы были в утробе матери, где был Бог Отец? На небе. А где был Бог Иисус? На небе. А кто же вас здесь сотворил? Правильно, Дух Святой. И в 33 глава, 4 стих сказано, что Дух Божий создал меня. Опять видите, это слово Божий. Божий создал. То есть материализовал. Создал ваши почки, сердце, разум, мозг. Все, кто вы здесь, ручки, ножки ваши в утробе матери, создал. То есть Дух Божий меня создал. Теперь, вы являетесь личностью, однозначно. Значит, тот, который вас сотворил, тоже является личностью. Слава Господу. Поэтому Дух Святой, Он не голубь. Нигде не написано, что Он голубь. Правильней. Помните, креститель говорит, что видел Духа Божьего, сходящего на Иисуса, как голубь. Но там не написано, что Он был похож на голубя. Там написано, сходил, как сходит голубь. Голубь на землю. Просто сверху вниз. Он увидел Духа Святого, сходящего на Иисуса. Дух Святой не голубь. Дух Святой не нелей. Дух Святой не облако. Дух Святой не огонь. Он проявляет себя в этих качествах. Но, грыжа ушла во имя Иисуса, слепота уходит во имя Иисуса. Но Дух Святой это личность. Теперь смотрите. Иисус сказал, я пошлю вам другого утешителя. В греческом языке написано, я пошлю вам точно такого же утешителя, как я. Иисус был личностью? Однозначно. Иисус был Богом и есть? Однозначно. Дух Святой точно такой же. Господь есть Дух. Дух Святой, Он есть Господь также. Аллилуйя. Рожденная Духа есть Дух. Слава тебе, Господь. Теперь смотрите, что я еще... И хочу я вот чем закончить, перед тем, как мы будем молиться, потому что Дух Святой, Он движется. Пишите ваши молитвенные просьбы. Пишите, в чем нуждаются ваши детки, какое-нибудь исцеление, что им нужно. Но подумайте, и в 6 главе написано, что великолепие неба от Духа Твоего. Это Иов 26, или 13, или 14 стих. Поверьте, великолепие неба от Духа Твоего. Что мы можем подумать о небесах, Царства Небесного, или о красоте физического неба? И Библия говорит, что это создал Дух Святой. Бог Отец проговорил, Иисус пошел делать, но силой, которая материализовала это все, был Дух Святой. Царство Божье – это праведность, радость и мир в Духе Святом. Все, что на небе сотворено, улицы, дамы, я не знаю, все, что там есть, трон Божий, это делал Дух Святой. Давайте подумаем о Духе Святом. Я всегда думаю вот что. И я сказал этом. Дух Святой нас с вами создал. Как наши глаза видят, как наше сердце бьется. Я всегда люблю думать о клетках. В каждом человеке есть 100 триллионов клеток. В каждой из этих клеток находятся 100 миллиардов атомов, которые движутся со скоростью 300 тысяч километров в секунду, со скоростью света. Подумайте, какой же надо быть уникальной личностью, чтобы взять 100 миллиардов атомов и поместить в каждую из 100 триллионов клеток. То есть в каждой 100 триллионов клеток по 100 миллиардов атомов. Какой же надо быть удивительной личностью? А Библия говорит, что Дух Святой нас с вами создал. Какой у него ум проницательный. Какие у него способности. Понимаете, Дух Святой это не что-то такое маленькое, непонимающее что-то. Нет, нет, нет. Он удивительный. Подумайте, подумайте об этом, если Дух Святой взял Бога и сделал его человеком. Как такое может быть? Я, знаете, я не понимаю, как можно Бога сделать человеком. Не просто поместить в человеческое тело, а полностью, как мы с вами стать, при этом оставаться Богом и при этом быть человеком. Быть человеком и оставаться Богом. Ой-ой-ой. В этот момент мои уста умолкают. Понимаете? Я просто начинаю об этом думать. Хотите еще? Хотите дальше? Как можно было сделать так, сделать Дух Святой, что Он вас взял человека и сделал Божьим детем? Таким же, как Иисус. Не просто похожим. Не просто привел вас к Богу. А внутри вас, тот, кто вы есть внутри, вы точно такой же, как Иисус. Рожденный от Духа есть Дух. Рожденный от Божьего Духа есть Божий Дух. У нас с вами Божественная природа. Это то же самое, как с вашими детьми. Ваш ребенок, он не вы, но он точно такой же, как вы. Абсолютная природа человека в вашем ребенке. Нету двух видов детей Божьих. Есть один вид детей Божьих, это такие, как Иисус. Подумайте об этом. Дух Святой взял человека и сделал его Божественным. Я бы мог прочитать вам, я вам зачту другие два местописания. И размышляйте сами. Но Давид говорит в псалмах, вы боги. И Иисус сказал в Иоанна, вы боги. Понимаете? А что это обозначает? Это обозначает, что я не Бог, как Бог Отец Иисуса Дух Святой. Но боги, это что такая же Божественная природа, как у Иисуса, такая же и у нас с вами. Поэтому в Ивереях написано, что он не стыдится называть на себя нашим братом или нас своими братьями. Вау! Такие же, как Иисус. Это работа Святого Духа. Аллилуйя! Слава тебе, Господь! Слава тебе, Господь! Когда Иезекииль пришел на поле мертвых костей, ничего не происходило. И бог спрашивает Иезекииля, Иезекииль, живут ли кости? Это 37 глава Иезекииля. Иезекииль говорит, Господь, ты знаешь. Знаете, съехал. Ты знаешь, Господь. И он говорит, Иезекииль, из реки Слово. Иезекииль говорит Слово. И написано, и пришел Дух Святой, и началось движение. И начало плоть нарастать на сухих костях. Понимаете? И Дух Святой, Он создал челюсть, зубы, глаза, мозг, ноги, вены, селезенку, печенку, кишечник, пальцы. И все это материализовал. Аллилуйя! Я видел в своем служении случай, когда Дух Святой сходил на людей, и у них появлялись новые органы. Я видел это. И врачи подтверждали. Слава Господу! Это так чудесно! Дух Божий, Он сегодня снова это делает. И если Он смог взять прах земной, и сошел на этот прах земной, и появилось совершенное тело Адама и Евы, то что же произойдет с нами, если Дух Святой сойдет на нас снова? Понимаете, помазание, которое исходило от Иисуса, сила Божия, которая исходила от Иисуса. Вы помните, Луки 5, 17 сказано, что Иисус учил, и сила Господня являлась в исцелении больных. Понимаете, Иисус сидит в одном месте, а там кто-то исцеляется. Но Иисус же не пошел туда. Он же был ограничен в теле. А люди исцелялись. Это сила, это была сила Духа Святого. Когда сотник пришел к Иисусу, говорит, исцели моего слугу. Он говорит, хорошо, я пойду. Сотник говорит, не надо идти. Он говорит, твой слуга здоров. Иди он здоров. Как он исцелился? Иисус же здесь стоял, а сотник там исцелялся. А Дух Святой пошел туда по вере сотника и по слову Иисуса. И исцелил этого человека. Ой-ой-ой. Дух Святой, он не во времени. Вот почему. Вспомните ваш день спасения. Дорогие, вспомните, когда вы сказали, Иисус, ты мой Господь. Дух Святой заходит, но ему не надо на 2000 лет назад возвращаться. Это все рядом с ним, он не во времени. Он берет для нас как бы спасение с креста 2000-летней давности и воспроизводит это сегодня. Он берет из ран Иисуса исцеление и воспроизводит это сегодня. Вау. Уникальный Дух Святой. Удивительный Дух Святой. Библия говорит, что не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. Не приходило на разум, не слышали, не видели. А Дух Святой открывает нам это, ибо Дух Святой проницает все глубины Божьи. Хотите, я вас оставлю в небольшом таком вот хорошем, вопросительном, недоумевающем, но прославляющем Бога состоянии. Библия говорит, 1 Коринфянам, 2 глава, что Дух Святой проницает все глубины Божьи. Смотрите, Бог, он никогда не начинался. Бог, он никогда не заканчивается. А Дух Святой знает Отца и Иисуса от начала до конца, у которых нет ни начала и ни конца. Вау! Это такой современный перевод Аллилуйя. Вау! Как так можно? У Духа Святого есть любой совет для тебя. У Духа Святого есть сила для тебя. У Духа Святого есть чудеса для тебя. Это его дар творить чудеса. Аллилуйя! Вот почему на эфирах, друзья, я побуждаю вас, если кто-то болен, из ваших знакомых, из ваших родных, вы можете позвонить им. И может быть, они с нами здесь не в эфире, но они будут слушать. Дух Святой будет их исцелять. Друзья, а как это так происходит? Смотрите. Смотрите, за 17 дней эфира чудес, в котором мы с вами, каждый из нас участвует. Мы же все вместе верим и молимся. Точно так же, как я, точно так же, как и вы. Уже 2811 свидетельств. Каждый день, каждый вечер, ой, каждый день я подсчитываю лично и перечитываю свидетельства. И продолжаю молиться за всех тех, кто писал. Как так может быть, что я здесь, у экрана, а люди исцеляются по всему миру? Как это возможно? И пишут в эфире, я исцелился от того, допустим, вчера. Зуб качался, стал качаться, утвердился в корне своем. Кожные воспаления поисчезали, мочевой пузырь исцелялся, шишки из-под колена ушли. Это вчера все. Одна девочка за полчаса до эфира обожглась, и этот ожог, он ушел мгновенно во время эфира. А у одной девочки страхи ушли. 9 лет, в страхи ушли. Это дитё, понимаете, этот ребенок. Она в страхе была, этот страх мучил ее. Эльмира, Дух Святой ведет тебя в новое. Эльмира из Израиля. Это делает Дух Святой, для него нет границ. Аллилуйя. Поэтому, друзья, знаете, когда вы сосредотачиваетесь на том, что Дух Святой движется в этом мире, а не на том, что делает дьявол в этом мире, о том, что люди делают в этом мире плохое, там, несправедливое, слушайте, вам от этого плохо будет. Но когда ты, во-первых, знаешь, что Дух Святой, Он на земле, и ты знаешь, что Он движется, Он все время что-то делает. Библия говорит, что Он ветер, Он руах. И Дух Святой над землей, слово Дух это ветер, руах. А мы не можем назвать ветром то, что не движется. Мы не можем назвать рекой то, что не движется. Кто-то скажет, Богдан, но почему же столько зла в мире, если Дух Божий движется? А Он не будет, знаете, насильно себя предлагать людям. Дух Святой не будет врываться в дома людей и наводить порядок. Но если кто-то приходит к Иисусу, если кто-то просит у Бога Отца что-то, Дух Святой включается в работу. И Он поможет каждому. Вы помните, пока вы не попросили Иисуса простить вам ваши грехи, войти Иисусу в ваше сердце, Дух Святой ничего не делал. Он, может быть, и был рядом с вами. Иногда Он обращался к вашей совести. Или Он, знаете, навевал вам мысли о Боге. Как только вы Его попросили о помощи, Он пришел и сделал величайшее чудо в вашей жизни. Он дал вам рождение свыше. Он освободил вас от греха. Он проявил силу крови Иисуса в вашей жизни. Аллилуйя. Иисус был рожден Духом Святым. Иисус ходил с Духом Святым. Иисус был сопровождаем Духом Святым. Иисус на крест пошел Духом Святым. Евреям 9.14. Иисус воскрес Духом Святым. Иисус придет. Знаете, как Иисус с неба переместит себя на землю? Библия говорит, что Он придет на облаке. А кто облако? Это Дух Святой. И потом Дух Святой возьмет нас на небо. Как мы переместимся на небо? Дух Святой это сделает. Слава Господу. Аллилуйя. Слава Господу. Вы готовы для чудес. И вы знаете, когда вы знаете, что Дух Святой движется на земле, вы можете сделать что-то большее. Вы можете соединиться вместе с Духом Святым. Ходить с Духом Святым. Делать что-то вместе с Духом Святым. Слушать что-то от Святого Духа. Иисус сказал, Он придет и будущее вам возвестит. Понимаете, почему люди, почему верующие многие оказались не готовы к тем событиям, которые сейчас происходят? Да потому что не слышали, что Дух Святой говорит. Я разговаривал с одним пророком Божиим. Я говорю, тебя Дух Святой предупреждал об этих событиях. Он говорит, да, конечно. Дух Святой любит нас. И Дух Святой обладает мудростью и знаниями. Он знает, как помочь тебе. Он знает, как привести тебя к желаемому результату. Он такой могущественный. С одной стороны, Дух Святой – самая нежная личность, которая только вообще существует. Если вы когда-нибудь переживали нежность, исходящую от Духа Святого, это нежность, которую невозможно описать словами. Но с другой стороны, Библия говорит, что море было разделено восточным ветром. Это был Дух Святой, который раздвинул море, чтобы народ Божий прошел. Облако в пустыне, которое было над Израилем, и солнце не пекло их. И под этим облаком были здоровы, богаты, у них была вода, у них была манна. Все это было в присутствии Духа Святого. Аллилуйя. Это Дух Святой дел. Он могущественная личность. Если он спустился в ад за Иисусом и достал его оттуда, и воскресил его из мертвых. Он могущественный Дух Святой. Библия говорит, Бог не дал нам Духа Страха, но Он дал нам Дух Силы. Вся сила, которой обладает Отец, вся сила, которая обладает Дух Святой, Иисус, находится в Духе Святом. Он самый сильный и самый нежный. Он самый мудрый. Поэтому об Иисусе сказано, что Он исполнился Духа Совета, Духа крепости, Духа ведения, Духа благочестия, Духа Силы, и не по взгляду очей, и не по слуху ушей, решал дела. Почему верующие бывают в панике? Потому что реагируют на то, что видят, а не на то, что Дух Святой говорит. Знаете, мне не так важно, что дьявол делает в этом мире. Для меня важнее, что Дух Святой делает в моем сердце. Какие у Него планы на мою жизнь? Какие у Него новости для меня? Аллилуйя! Он знает, где твоя победа. Он знает, как обетование сделать личными для тебя. Он знает, что тебе нужно делать с твоими детьми, или с твоим мужем, или с твоей женой. Слушайте, не предъявляйте претензий вашим близким, если они делают не так, или не то, что вы хотели. Это не выход. Это не выход. Вы знаете, то, что Дух Святой вам говорит. Понимаете? И тогда в этом будет и сила, и свобода. Библия говорит, где Дух Господен, там свобода. Аллилуйя! И сегодня Дух Святой сойдет на тебя. И сегодня Он прикоснется к тебе. Сегодня ты переживешь обновление Библии. Сегодня откроются новые источники внутри тебя. Сегодня откроются колодцы внутри тебя, которые были засыпаны. Сегодня ты получаешь свежее откровение о Святом Духе. И ты начнешь жаждать снова. И ты снова будешь ходить в силе Божьей. И ты будешь знать, что, может быть, если твой разум чего-то не знает, как и что делать, ты будешь знать, Дух Святой знает. И ты знаешь, что Он поделится с тобой своими знаниями. Он знает прошлое. Он знает настоящее. И Он знает все будущее. Он знает обходные маневры. Он приведет тебя к абсолютной победе. В Исаии написано, что на реке нет препонов. То есть, другими словами, идеальное проявление жизни с Духом Святым, если человек смог бы быть во всем, во всем быть послушным Духу Святому и ходить с Ним, человек никогда бы не остановился ни из-за каких преград, потому что в реке, которая есть Дух Святой, никто не может поставить ни дамбу, ни преграды. Понимаете? То есть, мы можем решать вопросы, но они никогда нас не остановят. И задержки не будет. Я подумал, вы знаете, кто сотворил свет на земле? Святой Дух. Потому что Бог сказал, да будет свет. Бог сказал, да будет солнце. Появился свет. Километра в секунду. Интернет восстанавливается во имя Иисуса. Аллилуйя. Подумайте, если скорость света такая большая, то какая же скорость у того, кто сотворил этот свет? Но правильнее будет сказать поистине, что у Духа Святого нет скорости. Потому что, если бы у Духа Святого была скорость, тогда, значит, он подчинен расстоянию. Значит, он не может мгновенно оказаться в другой точке. Тогда, значит, расстояния господствуют над ним, как географическое, так и временное. А этого не может быть. Дух Святой, он вне скорости. Дух Святой, он сразу. Вот почему тебе не нужно ждать свое время на завтра. Он хочет этого для тебя сегодня. Слава Господу. Господь Иисус, мы превозносим тебя. Господь Иисус, мы поклоняемся тебе. Отец, я благодарю тебя за это слово о Святом Духе. И больше всего, что Дух Святой любит делать, это общаться с тобой. Вот для чего он пришел. Потому что Дух Святой, он личность. Вы помните, написано 2 Коринфянам. Друзья, если у вас есть дети, которые нуждаются в молитве, если вы можете им позвонить и держать их на связи, или, ваше маленькие детки, могут сейчас прийти к экранам, то ближайшие 5-7 минут я уделю только детям. А потом я уже буду молиться о ваших молитвенных просьбах. И тогда также я буду молиться о вас. Хорошо? Смотрите. 2 Коринфянам 13.13 сказано. Благодать, любовь Отца, благодать Иисуса и общение Святого Духа со всеми вами. Что такое любовь Отца? Любовь Отца в том, что Он послал Сына Своего на крест. И вчера мы говорили об этом. Дух Святой движется. Если вы сейчас подумаете о том, что Дух Святой движется в вашей комнате, и будете думать об этом, вы переживете Его присутствие, вы переживете Его проявленное присутствие. То есть, де юре Он с вами, но де факто, если вы начинаете думать об этом, о, Дух Святой здесь, Дух Святой здесь, и ты чувствуешь, что твое тело уже переживает какое-то электричество, или огонь, или холод, или ветер. Любовь Отца в том, что Он возлюбил мир и отдал Сына Своего. И вчера я говорил, насколько тяжело было Отцу переживать тот момент, когда Иисус был на кресте, когда Его избивали, потому что это был Его любимый Сын. Теперь, что такое благодать Иисуса? Это Иисус на кресте. Его рвали на куски, Его мучили. И в этот день мы также празднуем Пасху, ну, как православный мир празднует Пасху. Мы можем праздновать всегда. Это не так важно. Важно не что, а как. И Иисус был на кресте. И ради чего все это? Ради общения Святого Духа. Дух Святой хочет общаться с тобой. Когда я получил откровение, что Дух Святой – личность, вся моя жизнь изменилась мгновенно. И мне очень сильно захотелось с Ним подружиться. Но это уже другая история о том, как общаться со Святым Духом, как дружить со Святым Духом, как слышать Дух Святой. Но Он – удивительная личность. Если вам в жизни тяжело или на душе тяжело, поговорите со Святым Духом. И слейте Ему свое сердце, поболтайте с Ним о чем-нибудь. Я вам говорю, Он очень классный. Он настоящий друг. Слава Господу. Если ваши... Так, мне говорят, что зависает эфир. У меня не зависает. Кто-нибудь напишите, пожалуйста, как вы меня видите. И пригласите ваших детей, ваших детей к экрану, если это возможно. Если невозможно, тогда вы сможете потом передать то, что мы молились за них. Я смотрю параллельно, что эфир не зависает. Хорошо. Окей, ваши детки у экрана. Давайте я минутку подожду. И Дух Святой прикоснется к ним. И вы знаете, будет удивительно, если вы сразу спросите у ребенка, что он чувствует, какие-то перемены, вы проверите что-то у ребенка, и сразу же пишите свидетельство. У меня экран подвисает, но я свидетельства обязательно прочту завтра утром, и обязательно я о них расскажу. Я знаю, что ваш ребенок получит хорошее свидетельство. Хорошо. Слава Господу. Иисус, мы благодарим тебя. Спасибо, Господь Иисус, за... Спасибо, Господь Иисус, за то, что ты дал нам такого чудесного спутника в жизни. Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе, Господь. Аллилуйя. Так, экран не зависает. Слава Господу. Если ваши дети у экрана, положите на них свои руки, на ваших детей. Отец Небесный. Или возьмите салфетку, которую вы пошлете вашему ребенку. Отец Небесный, мы благодарим тебя. Я благодарю тебя, Господь, что ты так сильно любишь деток. Сегодня я прошу, чтобы ты прикоснулся к каждому ребенку, о котором есть молитвенная просьба. Я молюсь, чтобы ты прикоснулся к каждому ребенку, который находится у экрана. И я запрещаю тебе, Дух Немощи и Болезни, касаться этих детей. Убирайся во имя Иисуса. Дух Немощи и Болезни получил сейчас большой удар во имя Иисуса Христа. Оставь этих детей. Энурез. Убирайся прочь. Аутизм. Оставь этого ребенка. Эпилепсия. Оставь этого ребенка. Искривление ножек. Убирайся прочь. Господь, исцели детей от ДЦП. Исцели ноги, которые не ходят. Друзья, давайте мы все будем сейчас молиться о детях, да? Давайте мы все будем верить об этих детках, о которых есть просьба, о которой у экрана. И мы получим, я верю, мы получим уже сразу во время эфира удивительные свидетельства. Слава Господу. Мы провозглашаем, как власть имеющие. Все 60-94 человека мы соглашаемся за исцеление каждого ребенка. Аллилуйя. Я благодарю Тебя, Господь Иисус, что как в Новом Завете Ты прикасался к деткам. Ты прикасаешься к ним сейчас. О, я вижу славу Божью. Я вижу силу Божию на вашем ребенке. Аллилуйя. Я благодарю Тебя, Господь, что уходит сыпь с тела ребенка. Я благодарю Тебя, что восстанавливается кровь ребенка. Если вы знаете, что какой-то ребенок болен раком и он лежит в больнице, пошлите им этот эфир и скажите, в какой момент я начинал молиться. Я приказываю каждому ребенку, кто лежит в больнице, исцелиться прямо сейчас. Рак, убирайся прочь от этих детей во имя Иисуса. Я благодарю Тебя, Дух Святой, что прямо сейчас ты делаешь чудеса. Дар Духа Святого, дар чудотворения, он в действии прямо сейчас. Дух Святой, он растекается по всему миру к этим детям во имя Иисуса. Однажды между Богом Отцом и Сыном произошло разделение, потому что грех разделил их, и Иисус пошел в ад. Но Дух Святой сошел на Иисуса, воскресил его и вернул Сына Отцу, и они опять соединились. Друзья, если у вас проблемы в отношениях с вашими детьми, и они выглядят как умершие, Дух Жизни, потому что Библия говорит, что Дух Святой, Он Дух Жизни, Он воскрешает ваши отношения. И я вижу, что Дух Святой прикасается к вам, как к родителям, или к вам, как к детям в отношении ваших родителей, и дает сильное вдохновение и силу начать идти в сторону ваших родителей или детей. Можете сегодня им позвонить, вы сможете с ними поговорить, потому что Дух Святой изливается, как Дух Воскресения и как Дух Жизни в ваши отношения. Теперь, если этот ребенок, если ваш ребенок перед экраном, попросите его сказать, подними свои ручки и скажи, Иисус, спасибо тебе за мое исцеление. Спасибо тебе за мое исцеление. Поблагодарите, поблагодарите, поблагодарите его. Слава Господу. Аллилуйя. Я вижу, что у какого-то ребенка исцелились локти, исцелилась поясница. Я вижу, что были проблемы недостающего органа. Я просто верю Богу о чуде, что это произошло. Я вижу, что у какого-то ребенка искривлены пальчики на ногах, либо ступня. И Господь, Он выравнивает. У вашего ребенка сыпь на коже. И также, может быть, есть и царапина, или шрамик какой-то. Я верю, что это уходит прямо сейчас. Господь восстанавливает кровь вашего ребенка. Друзья, я хочу вас попросить, милостью Божией, если вы знаете человека, у которого есть больной ребенок, пошлите им, пожалуйста, этот эфир. Также попросите их, чтобы они зашли на мой YouTube-канал Кензерский Богдан. Там есть целые видеоролики исцеления детей от слепоты, от рака. Дети, которые не ходили, начали ходить. То есть, так много у меня есть свидетельств, о которых я еще не рассказывал. И детям очень легко принимать чудеса. Друзья, я сейчас начну молиться у вас. О, извините. Но если у экрана есть ребенок, который только что получил чудо, и что-то изменилось в его теле, вот реально, напишите, пожалуйста, прямо сейчас. Потому что, когда вы свидетельствуете, это активирует помазание, это узаканивает чудо у вашего ребенка. Отец, мы также молимся за каждого ребенка, тех людей, которые сейчас у экранов. Поставь защиту на наших детей. Пусть они любят тебя. Мы называем каждого ребенка. Наши дети жаждут Бога. Наши дети ищущие Бога. Наши дети знающие Бога. Наши дети ходят путями Божьими. Наши дети ходят в духе премудрости и откровения. Мы говорим, что я и мой дом, мы будем служить Богу. Мои дети принадлежат Иисусу. Провозглашайте это прямо сейчас. Мои дети успешные. Божьи люди сопровождают моих детей. Моим детям снятся сны Божьи. Мои дети видят видение Божье. Если вы в эфире и вы замужем или вы женаты и вы не могли иметь деток, положите, пожалуйста, вашу руку на ваше чрево. Я провозглашаю, что вы семья, которая можете иметь детей. Бесплодных не будет. Друзья, у меня столько историй. Когда я молился за людей, которые не могли иметь детей. И они родили в итоге. У меня сто, десятки, десятки, десятки таких историй. И если вы семья, которая не могла иметь ребенка, завтра, а, наверное, не получится, магазины закрыты, купите соску. Купите памперсы, купите какую-то одежку. Это ваш шаг, я всегда советовал это делать. Я благодарю Господь, что чрево женщины открывается для принятия плода. Семя мужчины благословлено, и оно плодоносное семя. Мы благодарим Тебя, что через месяцев 9, 10, 11 свидетельство, что семья не могла иметь детей. И они смогли их получить. Мы говорим, что дети возвращаются к Богу. Ангелы Божьи, ополчайтесь вокруг каждого ребенка, людей, которые смотрят эфир. И мы просто, Господь, в вере, отдаем Тебе наших детей. Сделайте это пророчески, как бы руками скажите, Господь, я отдаю Тебе моего ребенка. Аллилуйя. Друзья, это очень важно. Не бояться за своих детей. Не переживать, но ходить в вере. Вы помните, когда мама Моисея... Ой, я чувствую помазание Божьей. Я знаю, что Иисус служит сейчас вашим детям. Может быть, вы этого не видите. Может быть, этого незаметно. Я знаю, я знаю, я знаю. Иисус не откажет мне в молитве никогда. И вам не откажет в молитве никогда. Но, когда мама взяла трехмесячного Моисея, а на Моисея была угроза, тогда детей убивали. И она взяла этого младенца, который не может ничего сделать. И она положила его в корзину и пустила по реке Нил. В Ниле плавали крокодилы. В Ниле плавали бегемоты. Один бегемот мог бы захватить эту корзинку полностью. Впасть и проглотить. Корзинку могло бы, знаете, протекать она могла бы. И залила бы вода. И Моисей бы утонул. Или другими словами, если даже кто-то из людей вытащил бы этого ребенка. И увидели, что, может быть, это еврейский мальчик. И могли бы убить. Но мама Моисея... Поймите, мы сейчас не говорим о каких-то странных действиях. Я говорю это... Я специально это говорю. Но здесь внутри подумайте. Послушайте. Мама Моисея доверила Моисея Богу. Аллилуйя. И это также река в прообразе. Это прообраз также Святого Духа. Потому что Дух Святой река. Вы внутри себя отдаете ваших детей Богу. А если внутри себя вы отдаете их Богу, тогда вы не будете за них волноваться. Вы будете радоваться. Понимаете, вы будете верить, что рано или позже, но лучше рано, ваши дети либо придут к Богу, и у них будет все хорошо. Друзья, я молюсь за каждого ребенка. Если ваш ребенок не слышит эту молитву, обязательно перезвоните, потому что нужна точка контакта веры. Я пропустил чат. Если вы написали в чате, что ваш ребенок что-то пережил, я прочту об этом позже. Слава Господу. Я благодарю тебя, Иисус. А че-то ребенок, он начал дышать хорошо. У какого-то ребенка носоглотка исцелилась прямо сейчас. Я благодарю тебя, Отец, что ты исцеляешь детей больных раком. Может быть, этот эфир будут пересматривать в больницах. Я благодарю тебя. Друзья, давайте поблагодарим Господа. Вот такое красивое число сейчас 700. Благодарим тебя. Господь, мы просим также о мире для этих детей, о их спокойном сне, чтобы они были спокойные и спокойные внутри себя. Я сейчас не говорю о темпераменте. Дети шумные. Дети очень шумные. Но мы говорим, ангелы Божьи, служите детям во имя Иисуса. Аллилуйя. Спасибо тебе. Спасибо тебе. Я буду сейчас молиться уже о вас, взрослые. Я буду молиться о ваших просьбах. Но вы должны помнить, что когда мы молимся, когда мы молимся, Бог отвечает на молитву. Спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе, Дух Святой. Спасибо тебе, Господь. Благодарим тебя. Поклоняемся тебе. Скажите, Дух Святой, я люблю тебя. Дух Святой, спасибо, что ты привел меня к Иисусу. Дух Святой, спасибо тебе, что ты привел меня в грехах. Дух Святой, спасибо, что ты дал мне рождение свыше. Дух Святой, спасибо тебе, что ты никогда меня не оставляешь. Без Духа Святого мы бы никогда не поняли эту книгу. Понимаете? Это Он открывает истину. Он Дух истины. Спасибо тебе, Дух Святой. Аллилуйя. Друзья, я молюсь о вас положить, где у вас есть боль. Отец, я также молюсь о ситуациях, которые были представлены сегодня. Я же провозглашаю детям исцеление зубиков, исцеление с головы до пят. Друзья, сила Божья для ваших детей была высвобождена. Теперь только принимайте. Теперь только принимайте. Слава Господу. И может быть вы мне напишите завтра. Напишите мне, пожалуйста, в личное сообщение, что произошло с детьми, о которых мы молились. Хорошо? Окей. Спасибо тебе, Господь. Искривление рук у ребенка уходит прямо сейчас. Искривление ножек пусть уйдет, Отец, во имя Иисуса. Никак не могу отделаться от молитвы за деток. Спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе. Отец, я молюсь за детей, которые не спасены, которые еще не знают тебя. Я прошу, укрепи сердца родителей. Укрепи, Господь, пожалуйста. О, Господь, я чувствую помазание. Я прошу тебя, укрепи родителей, их душу. Бог, Отец, ты же знаешь. Ты знаешь. Но я молюсь, дай сверхъестественные силы. Дай сверхъестественные силы родителям. Просто укрепи их в этом ожидании, когда дети придут к тебе. Просто сверхъестественно укрепи их веру, терпение, их любовь. И особенно я прошу, чтобы ты дала мудрость, понимание, как сегодня нужно поступать. Что нужно говорить. В каком тоне нужно говорить. Во имя Иисуса. Я молюсь, чтобы каждая семья, кто сейчас в эфире, насладилась семейным счастьем. Семейными отношениями со своими детьми. Чтобы дети почитали родителей, а родители продолжали любить и почитать своих детей. Я молюсь о восстановлении отношений. Дух Святой, ты воскрешаешь мертвое. Воскреси отношения между родителями и детьми. Друзья, мы с вами говорим о разных пробуждениях. Есть пробуждение исцеления, есть пробуждение пророчеств. Мартин Лютер принес пробуждение веры. На Азузастрит было пробуждение Пятидесятницы. Было харизматическое пробуждение. Но одно из пробуждений, свидетелями которых мы станем, это когда Малахия сказал, что сердца родителей перед пришествием Иисуса обратятся к детям, а сердца детей к родителями. Друзья, мы получим очень много свидетельств восстановления отношений. Таких свидетельств сегодня не слишком много. Но и такие свидетельства мы с вами получим. И получаем. Аминь. Аминь. Слава Господу. Дух Святой движется там, где вы есть. И вы исцеляетесь прямо сейчас во имя Иисуса. Проблемы в области нижней части челюсти. Может быть это связано с зубами, может быть это связано с челюстью. И Господь исцеляет вас. Только что Дух Святой обновил вашу селезенку. Пожалуйста, понажимайте вашу селезенку. Я знаю Дух Святой. Только что Дух Святой исцелил вас от остеохондроза. Вы выпрямились. Он выпрямил ваш позвоночник. Примите это прямо сейчас. Спасибо тебе. Только что Дух Святой обновил любовь. Примите это. Парализованная нога начала двигаться. Вы ощущаете на себе силу Святого Духа. Вы ощущаете на той части тела, которая нужна силу Божию. Я вижу, что помазание, электрическое помазание, как электричество, и облако Божье на вашей части тела. Вы знаете, исцеление приходит легко. Дух Святой знает, как доставить вам ваше исцеление. Папелломы убираются прочь. Шишки уходят прямо сейчас. Дух Святой наращивает кому-то кожу. В какой-то части тела вам нужно, чтобы ваша кость наросла. Я до конца не понимаю, о чем идет конкретно речь. Но я буквально вижу это. Ваша кожа сейчас нарастает. Друзья, исцеление уже началось. Уже началось исцеление. Скажите вслух, я принимаю мое исцеление. И проверьте часть тела, которая у вас болела. Аллилуйя. И пишите, пожалуйста, сразу свидетельство. То есть, если вы просите Бога о чем-то, пишите, я прошу Бог у тебя это. Но если вы знаете, что ваша часть тела исцелилась, вы можете почтить действия Святого Духа вашим свидетельством. Сыпь пропала прямо сейчас. Покраснение горла. Вот я до конца не понимаю, либо внешнее покраснение кожи горла, либо внутреннее, что горлышко болит у вас. Это ушло прямо сейчас. У вас сверхъестественно исчезли насморк. Насморк ушел прямо сейчас. Дух Святой говорит, что коронавирус не коснется тебя. И сейчас люди освободились от страха. Аллилуйя. Если вы пошлете сейчас Слово людям, которые не с вами в эфире, вы позвоните им и скажете им, Дух Святой прямо сейчас движется в твоей комнате, Дух Святой прикоснется к ним, и Он исцелит их. Аллилуйя. Еще есть одно качество Духа Святого. Я вам только скажу это направление. Я не буду сейчас проповедовать об этом. Этот Дух Святой знает, как привести тебя к финансовому успеху. Он знает, как привести тебя к деньгам. И Он знает, как деньги доставить тебе. Аллилуйя. Он знает, как это сделать, как рассчитаться с долгами. Эта женщина выливала Елей, она была в долгах. И Елей оплатил ей долг. Елей – это Дух Святой. Дух Святой знает, что нужно сделать, чтобы долги ушли. Друзья, на мне настолько сильное помазание. Духи немощи и болезни, они уходят прямо сейчас. Личность Духа Святого, Бога Духа Святого, Он не будет мириться с болезнями, которые в твоем теле. Он изгоняет их. Всякое демоническое влияние извне, Всякая атака на твой разум уходит прямо сейчас. Если вы чувствуете, что ваш разум, ваша душа освободилась от давления, Напишите прямо сейчас. Моя душа освободилась. Или моя душа чувствует легкость. Парализованные колени, парализованные ступни исцеляются прямо сейчас. Встаньте и ходите, пожалуйста, в вашей комнате. Встаньте и ходите. Проблемы вен в ногах, варикоз уходит прямо сейчас. Дух Святой исцеляет зрение. Ваши зрачки, они исцеляются сейчас. Прямо сейчас вы начали видеть так ясно, как никогда раньше еще не видели. Если это вас касается, и вы начали видеть раньше, Пожалуйста, напишите. Я вижу так, как я раньше никогда не видел. Только не поверили, напишите, а напишите по факту. Друзья, только что проявилось помазание созидательных, Созидательное помазание органов. Если вам нужен новый орган в теле, Помолитесь, то есть примите это прямо сейчас. Дух Святой пересотворяет вам орган. И если вы даже физически чувствуете в этой части тела, Где ваш орган был, болел, И вы чувствуете, что там нет боли, Я верю, что Дух Святой пересотворяет вам это. Напишите, пожалуйста, прямо сейчас. Ваше свидетельство очень важно. Кто-то чувствует легкость в коленах и легкость в ногах. У вас была тяжесть на ногах или ноющая боль на ногах. Сейчас это уходит. Если это вы, напишите, легкость в ногах. Не просто легкость, а пишите, легкость в ногах. Друзья, на мне такое помазание, На мне такое, я чувствую такое помазание. Иисус сидит рядом со мной. Я вам говорю, Иисус прямо здесь, рядом со мной. И я чувствую, как от Него исходит энергия. Я не вижу Иисуса, Но я чувствую энергию, которая исходит от Иисуса. Он смотрит этот эфир вместе со мной. Аллилуйя. Я благодарю Тебя, Иисус. Благодарю Тебя. Ой, извините, я не то нажал. Извините, извините. Я просто благословляю вас во имя Иисуса Христа. О, я же говорил вам, что Дух Святой движет. Я же говорил вам. Я же говорил вам. Вы такой покой в душе сейчас ощутите. Я молюсь о том, чтобы вы получили свежие откровения о Святом Духе. Аллилуйя. Спасибо Тебе, Господь. Поджелудочные проблемы ушли прямо сейчас. Спасибо Тебе, Господь. Аллилуйя. Благодарю Тебя. Благодарю Тебя. Дух Святой, излезь на каждую спину. Пусть идет всякая скованность. Нарости мышцы там, где должны быть мышцы. Если у кого-то была удалена часть мышцы или была порванная мышца или связки, я прошу, чтобы Ты сделал это. Я прошу Тебя, Дух Святой, чтобы Ты исцелил локтевые отделы. Чтобы накожные исцеления произошли прямо сейчас. Спасибо Тебе. Спасибо. В области солнечного сплетения что-то происходит. Дух Божий движется могущественным образом. Аллилуйя. Дух Святой. Он и есть наш мир. Плод Духа Святого – это мир. Когда вы общаетесь с Духом Святым, к вам придет мир. Не ищите силу. Не ищите присутствия. Ищите личность. И когда вы найдете личность, вы получите и силу. Вы получите присутствие. О, чья-то спина исцелилась. Слушайте, меня аж это выгнуло. Друзья, чья-то спина исцелилась. Кому сейчас стало легче в вашей спине? Напишите. У кого исцелилось зрение? Напишите. Восстановление зубного ряда. Во имя Иисуса. Есть какой-то бес, который мучил вас. Очень долгое время он ушел прямо сейчас. Он собрал свои вещи, и он ушел прямо сейчас. Вещи – это что-то, связанное с вашей памятью. Отпустите то, что было в вашей памяти. Аллилуйя. Этот бес, мучивший вас долгое время, он ушел прямо сейчас. И вы чувствуете свободу. И он не вернется. Продолжайте общаться с Духом Святым. Где Дух Господен, там свобода. Друзья, свобода – это не кто-то. Свобода. Свобода – это не что-то. Свобода – это кто-то. Свобода – это Дух Святой. Отец, я знаю, что многие сестрички, многие женщины писали о лишнем весе. Дух Святой – ну сойди на них. Ну огонь же сжигает жир, мы же знаем в этом физическом мире. И я молюсь просто по милости Твоей, как подарок. Пусть лишний вес уменьшается прямо сейчас. Я молюсь, чтобы ты проявился как-то у людей. Может быть у кого-то елей на руках появится, я не знаю. Но я прошу знамения, знамения, знамения. Друзья, небеса открыты над вами. Ушел прямо сейчас. Друзья, спины поисцелялись. Оно, встаньте, пожалуйста, с ваших стульчиков. Оно, встаньте, пожалуйста, с ваших кроваток. Я прошу вас, милости Божьей. Встаньте, поразгибайтесь, посгибайтесь. И если вы чувствуете, что пришло облегчение в ваш позвоночник, что он исцелился, пожалуйста, напишите, что мой позвоночник сейчас чувствует себя, ну, исцелился там, или лёгкость в позвоночник. Только не пишите с лёгкостью, а пишите, что конкретно с вашей спиной. Ушки. Ушки открываются прямо сейчас, и это легко. Пожалуйста, если у вас было закрыто ушко, проверьте. Восстановление барабанных перепонок, как будто бы пробка уходит, шум уши уходит. Всякая проблема с ушами, какая бы она ни была, это уходит прямо сейчас. Дух Святой. Я знаю, что кому-то ребёнку Бог подарил айфон. И это проявится. Пообещайте Богу написать это. Я знаю, я просто, я просто увидел это в духе, что какому-то ребёнку из вас Бог поможет вам, или ещё как-то, я не знаю, как это, приобрести классный айфон. Слава Господу. Если вам это не нужно, вашему ребёнку это надо, он больше в этом понимает. Дорогие сёстры, если вы только что просили о лишнем весе, пойдите, станьте на весы, или проверьте вашу одежду прямо на вас сейчас. Если есть уже перемены, может быть, килограмм сверхъестественно, ушёл, тогда, или два, тогда пишите сразу же. Хорошо? Может быть, у кого-то появится золото на руках? Напишите мне в личное сообщение. Аллилуйя. Ну, не вдаваясь в подробности, сейчас. Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе, Дух Святой. Я молюсь за каждого человека. Не только об их исцелении. Я молюсь, друзья, за каждого из вас. Не только о вашем исцелении. Уже исцеление идёт. Уже исцеление идёт. Просто принимайте. Дух Святой движется. Вы помните, Иисус учил, а больные исцелялись. Иисус не всегда молился за исцеление больных. Но когда люди знали, что Дух Святой движется, понимаете, есть молитва, а есть тот момент, когда вы не зависите от молитвы. Вы просто принимаете это от Господа. Но я молюсь сейчас за вас. Положите вашу руку на вашу грудь. Именем Иисуса, Отец, я прошу за каждого человека, кто в эфире. Я молюсь, чтобы ты освежил их внутри, ободрил, обновил. Я молюсь, чтобы они ходили в откровениях. Я молюсь, чтобы ты дал им новую силу, чтобы пришла свежесть. Я молюсь, чтобы они продвигались так далеко, как никогда раньше. Я прошу, подними их на новые высоты. Дай им новые широты. Пусть они пойдут так далеко, как они никогда не ходили ещё. Пусть они пойдут на такие глубины, на которых они никогда не были. Я молюсь, чтобы был реализован их внутренний потенциал. Я молюсь, чтобы ты посылал им людей, которые помогут им исполнить то, к чему они призваны. Я молюсь, чтобы открылись новые двери. Я молюсь, чтобы пришло обновление в молитву, в чтение Библии. И, конечно же, я молюсь, чтобы ты использовал их в чудесах, чтобы ты использовал их в знамениях. Чьи-то ноги исцеляются прямо сейчас, но ваши ноги исцеляются. И так же ваши ноги чувствуют присутствие города. Пошевелите вашими ногами и сразу же напишите, чтобы узаконить ваше чудо. Аллилуйя! Я молюсь, чтобы свежее помазание сошло на их жизни. Я молюсь за каждого человека в эфире, чтобы к ним пришли идеи, что делать и как делать во имя Иисуса. Я молюсь, чтобы открылась новая для их работы, для их бизнеса. Вчера одна женщина мне написала свидетельство, что ей пришла надбавка к пенсии. Это то слово, которое было на позавчерашнем эфире или вчерашнем, что будут надбавки к пенсии. И ей пришло это. Отец, я молюсь, чтобы подарки пришли им. Также, отец, я молюсь, чтобы ты давал им дома, квартиры, машины, все, что нужно, потребное для жизни. Я молюсь, чтобы в этом году ты дал им хороший отпуск, хороший отдых на море, где просто им нравится бывать. Я молюсь, чтобы ты удивил их, чтобы ты чем-то удивил их. Я не знаю, какие-то удивления, какое-то вдохновение сделать для этих дорогих людей, кто в эфире. Они постоянно подключаются к эфиру. Они так жаждут тебя. Они хотят подарки. Я молюсь, подарки для них во имя Иисуса Христа. Я молюсь, чтобы их внутренняя красота стала для них очевидной. Чтобы они увидели, насколько они прекрасны. Друзья, на вас огонь Божий. Ушла боль спины во имя Иисуса. Спасибо, Господь. Пишите, дорогие. В области бронхов, в области поджелудочной уходят боли. Печень исцеляется. Почки исцеляются. Кто-то получает два-три исцеления сразу в ваше тело. Аллилуйя. Дух Святой. Друзья, теперь я прошу вас, милостью Божией, на минутку закройте ваши глаза и поставьте ваши руки так. Я помолюсь, чтобы Дух Святой дал вам свежее переживание самого себя. Чтобы вы получили свежее крещение в помазание, свежее погружение в помазание. На твою голову льется сейчас елей до самых пят. Кто-то из вас настолько окружен присутствием Духа Святого. Скажи, Дух Святой, я хочу нового с тобой. Ваши руки полностью в огне сейчас. Ваши руки полностью в божественной энергии. Такой как бы вакуум. Вы чувствуете, что на ваших руках как будто что-то лежит. Это помазание. Каждый человек, кто в эфире, вы исцеляетесь прямо сейчас. Буквальность становится сейчас вашей реальностью. И этот физический мир вокруг вас насыщен сейчас присутствием Божьим. и присутствие Божье поглощает физическую реальность там, где вы есть. Бог прикасается к вам в области груди. И вы чувствуете энергию, как будто бы рука Божья на вас лежит. Друзья, я чувствую, как у меня на груди лежит рука Божья. Я молюсь, чтобы вы это почувствовали тоже. Он обнимает своих деток. Как Отец, как Иисус обнимал деток. И Он ложил на них свои руки. Он любит это делать. Он получает такое удовольствие, когда прикасается к вам. Дух Святой, Он как плотный, плотный елей изливается на вас. Сейчас щитовидки исцелились. У многих людей исцелились щитовидки. Кому-то было больно глотать, и вы легко глотаете. У кого-то был нарост на коже, он исчез прямо сейчас. У кого-то были проблемы в области горла, гланды, где-то вот в этой области. И исцеление. Полипы исчезли прямо сейчас. Я верю, что какая-то родинка, которая вам не нравится, она исчезает. Бородавки отпадают прямо сейчас. Шпоры на пятках отпадают прямо сейчас. Шишки исчезли прямо сейчас. Из-под колен на колене. Боли внутренних органов исчезли прямо сейчас. Дух Святой изливает на вас свое помазание. Если вы исцелились прямо сейчас, если вы чувствуете, что ваша часть тела исцелена, напишите, пожалуйста, благодарность Святому Духу. Если вы чувствуете помазание, сильное помазание Божье, после эфира поставьте, пожалуйста, плюсик или во время эфира. Это почтит Господа. Друзья, мы умножаемся. Я пророчествую, мы как тело Христа увидим величайшие чудеса на планете. Целые поколения будут спасены. Я пророчествую, что мы увидим с вами молодежное движение и движение Святого Духа среди молодежи. Там, где вы сейчас есть, друзья, Дух Святой с вами. Может быть, вы начнете читать больше о нем, слушать о нем больше. Он всемогущая личность. В его присутствии ни один демон не устоит. Исайя 51, 19 сказано, если враг придет, то как река дуновения Господа прогонит его. Дух Святой прославляет только одну личность, это Иисуса. Друзья, исцеление пришло к вам прямо сейчас. Спасибо тебе, Господь. Вау! Вау! Я не знаю, что вы чувствуете. Вау! Сила Божья на этом месте. О, Господь мой, я прошу, Отец, чтобы ты дал этим драгоценным людям пережить то, что они никогда в жизни еще не переживали. У вас начнется дружба со Святым Духом. Аллилуйя! Друзья, напишите пару свидетельств, кто сейчас исцелился. Пути помазания, напишите плюсик, не поленитесь, пожалуйста. не поленитесь, пожалуйста. Это так важно. Это так классно смотреть. Я очень люблю чудеса исцеления, но одно из того, о чем я всегда хочу, прошу и мечтаю, говорю, Господь, я хочу, чтобы люди переживали присутствие Божьей. Это одно из моих больших мечтаний. Огненный кокон, да, да, да. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе. Напишите, где вам сейчас в теле стало легче? Проблемы в шее, соляные шишки уходят, у кого-то исчез полип, у кого-то шишки исчезают, женские груди освобождаются от тяжести, как будто бы вот что-то налитое было в вашей женской груди. Друзья, если вы подключились к эфиру только сейчас, я рекомендую вам прослушать слово, которое было в начале, я говорил о Святом Духе, о великом, удивительном Духе Святом. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо, Дух Святой. Спасибо, Отец. Знаете, друзья, я заметил такую вещь, что когда Дух Святой проявляет себя, как будто бы время куда-то улетает. Я не знаю, как у вас, но у меня именно так и происходит. Слава Господу. Спасибо тебе, Господь. Спасибо. Друзья, почему-то увеличивается присутствие людей в эфире. У бабушки исцелились ноги. О, Анна, вы хорошая внучка. Знаете, мне очень нравится, когда пишут, помолитесь за папу, или помолитесь за бабушку, за дедушку. Я думаю, вот хорошие детки, хорошие внуки, внучки. Аллилуйя. У кого-то движение внутри сейчас, в этой области, где желудок. Бог исцеляет от язвы, Бог затягивает, Бог затягивает эти язвы, ну, как эти вот, дырки в кишечнике. И я, у меня есть абсолютная вера сейчас на созидательные чудеса. У меня есть сейчас абсолютная вера на это. Она исходит от Святого Духа. Если вам нужна часть тела, реально, просто у вас нету этой части тела, может быть, вам нужен аппендицит, может быть, вам нужен желчный, может быть, вам нужны трубы по-женски, яичники. И что-то в области, вот в этой области желудка, солнечного сплетения, что-то происходит. Я знаю, что я знаю, что я знаю, что я знаю. Аллилуйя. Я приказываю этой части тела появиться. Желчный, появись. Женские органы удаленные, появитесь. Грудь, если она была отрезана, появись. Руки и ноги, появитесь во имя Иисуса Христа. Глаза, появитесь прямо сейчас. Камни, убирайтесь прямо сейчас. Селезенка, появись прямо сейчас. Помните, я рассказывал, да, я на одном собрании Бог сотворил парню селезенку. Аллилуйя. Друзья, вы тоже переживаете помазание сильно, как я? Я желаю вам еще сильнее переживать. Слава Господу. Я хотел бы провести для вас собрание вживую. Не знаю, возможно ли это, но слава Богу за интернет. Я бы очень сильно хотел вместе с вами переживать помазание в каком-нибудь большом зале, но может быть когда-то я проведу такое большое собрание, вы приедете, и мы будем наслаждаться чудесами Иисуса. Отдышка уходит. Кому-то дышать стало легче. Если вам прямо сейчас стало дышать легче, либо в носу, либо в легких, либо в бронхах. Знаете, я чувствую огонь Божий на ваших бронхах. У кого-то с носом что-то интересное происходит, и я просто слышу такое слово интересные вещи происходят с вашим носом. Обязательно напишите, хорошо, либо потом в личное сообщение, либо сегодня в комментариях. Спасибо тебе, Иисус. Друзья, я хочу поблагодарить вас, что вы или в эфире. Вы почему-то не уходите из эфира. Вот. Но когда эфир закончится, присутствие Духа Святого не закончится. Аллилуйя, оно будет с вами. С ним так классно общаться, с ним классно дружить. У меня с ним такие удивительные разговоры были и бывают. Он мне такие вещи говорит, он мне такие вещи рассказывает, ой-ой-ой, о самом себе. Аллилуйя, я молюсь, чтобы просто елей сейчас стек по вашему телу. Огонь Божий, холод Божий, ветер Божий, реальность Духа Святого. Спасибо тебе, спасибо, чтобы он был для вас личностью. Это самое большое, что вы можете узнать о Святом Духе. Это то, что он личность. Слава Господу. Ну что, будете, я закончу эфир. Будете продолжать писать свидетельства? Буду вам очень благодарен. Деньги пришли к вам. Не забудьте написать свидетельства. Хорошо? Друзья, прошу 30 секунд молитвы после эфира. Буду вам очень благодарен за меня, за мою семью, за семью Леши Пачевского. Будет эфир в 20.00, и потом я сделаю перерыв. Не знаю, насколько я смогу сделать этот перерыв, но я сделаю этот перерыв. сегодня уже 18-й день эфиров, но помните, я вам сказал мечту, что я хочу, чтобы у нас за 19 дней, то есть и плюс завтра, было 3000 свидетельств. Мы уже очень близко. На сегодняшний день, не учитывая сегодня 2800, уже 12 свидетельств, 345 из них связаны со зрением. Значит, еще осталось совсем чуть-чуть, поэтому обязательно исцелитесь и завтра приглашайте людей, которые еще не были в эфирах, и они тоже будут исцеляться. Друзья, мы с вами просто классная Божья семья. Вы очень классные, очень хорошие, вы жаждущие, и Бог благословит вас очень сильно. Поверьте, рука Божья над вашей жизнью. Все будет хорошо. Скажи сам себе, все будет хорошо. Скажи Святому Духу, Дух Святой, все будет хорошо. Улыбнитесь Святому Духу, Он сильно вас любит. Он не осуждает вас, Дух Святой, Он такой милый и нежный, такой чуткий, как друг, такой мудрый, такой аккуратный, такой почтительный. Дух Святой, Он как джентльмен. Он, ну, о нем я хотел бы, я вообще мечтаю написать о нем книгу, но посмотрим. Исцеление вам принадлежит, ваше исцеление принадлежит вам. Слава Господу, Дух Святой, Он такой реальный и такой чудесный. Хорошо, дорогие друзья, и в вашем городе Дух Святой движется. Он движется. Сотрудничайте с Ним. Слава Господу. Тут уже люди пишут, что деньги пришли. Слава Господу. Дух Святой знает, как доставить вам ваши деньги. Завтра у нас эфир. Пишите свидетельства. Буду благодарен вам за молитву 30 секунд. Друзья, у меня еще есть такая просьба. Если вы не подписаны на мой YouTube канал Кензерский Богдан, я бы попросил вас подписаться. Если вам не сложно, это вас не обязывает. Но если вы можете, подпишитесь. Мне нужно, чтобы там дошло до 3000. Там осталось, по-моему, 90 человек нужно, чтобы еще подписалось. Друзья, а правда, правда классный Святой Дух, да? То есть мы, правда, вот классно было послушать о нем и пережить такое его реальное присутствие. Ой, Дух Святой, он удивительный. Я, знаете, если бы я делал проповеди о Святом Духе, я могу сделать 106 проповедей о Святом Духе как минимум. Может быть, даже 120. Я чувствую ветер Божий на своей жизни. Знаете, что это обозначает? Что ваша жизнь никогда не будет прежней. Ваша судьба меняется прямо сейчас. Ваше призвание начинает проявляться сейчас. Вы будете пророчествовать, вы будете делать чудеса, вы будете говорить людям об Иисусе с такой смелостью, когда придет время и можно будет уже не быть на карантине. Я говорю, что обновляется внутри вас жажда, смелость и уверенность рассказывать людям об Иисусе. Вы будете это делать, вы расскажете. Знаете, я вижу, что Дух Святой дает вам сверхъестественное вдохновение и смелость возлагать руки на больных. Я говорю вам, вы будете возлагать руки на больных, они будут исцеляться. Вы будете людей по телефону, они будут получать чудеса. Дух Святой пришел с целью номер один прославить Иисуса, подтвердить проповедь об Иисусе чудесами и знамениями. Вы помните, Павел говорит Римлянам 15 глава, что Евангелие мною распространено от Иерусалима до Иерлирика силой знамений, силой чудес, силой Духа Святого. Если вы хотите чудеса в своей жизни, проповедуйте об Иисусе. И тогда Дух Святой Он подтверждает Евангелие чудесами и знамениями могущественной силой. Я испытал это на собственной жизни. Я видел исцеление людей у стены плача в Израиле, в аэропортах, в магазинах, в интернете, на занятиях, в больницах, везде. Почему? Потому что Дух Святой Он с нами. И Он обожает тебя, Дух Святой. Аллилуйя. Ну что, спасибо большое. Летом будут школы. Меня, знаете, вчера очень много людей написало, хотят, чтобы я сделал школу одну в отношении сбора урожая. Я ее сделаю. Если у вас есть желание сеять в то служение, которое Бог мне доверил, чтобы мы могли расширяться, вы можете это сделать, напишите мне в личном сообщении. И спасибо большое, что вы были в эфире. Завтра в 20.00 перед перерывом будет последний как бы такой вот эфирчик, а там дальше. Так, ушла паутинка перед глазами. слава Господу. Аллилуйя. Спасибо. И поговорите пять минут с Духом Святым, чтобы как-то закончиться эфир. Хорошо? Вы очень хорошие, вы очень классные. Иисусу вся слава, вам много подарков, Иисус вами наслаждается, вы наслаждаетесь собой также, кому-нибудь скажите, что вы их очень сильно любите. Дух Святой не подведет вас. Вперед, Иисус!